Но его результат не позволил ему войти даже в тройку самых быстрых, а победил Джефф Фризен из сборной Канады, получив за это кубок. Похоже, что разговоры о пальцах дошли уже и до Канады. Дальше определяли, кто сильнее всех, бросая шайбу. Киисты щелчком отправляли шайбу в ворота с расстоянием метров шести. У них было на это три попытки. Это бросает Роб Лейк из Лос-Анджелес Кингс. В этом году в НХЛ такие соревнования выиграл Эл Маккинис с результатом 102 мили в час. Более 160 км в час. У нас, очевидно, сильнее Александра Прокопьева не бросает никто. Вот это его третий финальный щелчок. Самый мощный. Этот конкурс выиграл швед Магнус Свенцен. Шайба, пущенная им, достигла скорости 151,5 км в час. Следующими были соревнования на меткость броска. В НХЛ по углам ворот вешают что-то типа тарелок, которые хоккеист должен разбить шайбой. Здесь же закрыли пластиглазом ворота, оставив открытыми углы. Что, наверное, усложняет конкурс, так как тарелки мишеней в НХЛ, наверное, более крупные. Подобные шоу на чемпионате мира проводятся в первый раз. Наверное, этим можно объяснить некоторые издержки в организации. Паузы между конкурсами были затянуты. Иногда случались накладки, и финское телевидение просило начать тот или иной конкурс сначала. Очевидно, не успев его отснять. Добросает швед Йонас Хоглун. Он попал в ворота только один раз. В НХЛ однажды Рейбург из Бостона поразил все четыре мишени четырьмя бросками. От нашей команды свой глазомер демонстрировал Алексей Яшин. Шайбы, заброшенные ранее, оставались в ворота, поэтому их там так много. Хотя большинство хоккеистов попадали в ворота только по одному разу. Алексей Яшин не стал исключением. Лишь однажды он попал в нижний угол ворота. А победил американец Крис Тенцил. Он попал в ворота дважды. Далее, после небольшого перерыва, прошли два интересных конкурса. Первый на умение контролировать шайбу. Ему начал швед Микаэль Нюландер. Он играет в Швейцарии. Безусловно, он является лидером своей команды, что доказал лишний раз. Он пробежал сложную дистанцию за 31,7 секунды. У канадцев в этом конкурсе участвовал Джефф Сандерсон из Харфорда. Участник двух матчей всех звезд НХЛ. Там он пробовал свои силы в конкурсе на мощность броска. Здесь он решил поменять свое амплуа. В НХЛ он показывал хороший результат. 96 миль в час, порядка 154 километров. С введением шайбы у него, очевидно, не так уж хорошо обстоят дела. Александр Королюк, единственный из нашей команды, да и из всей группы, игравшей в Хельсинке, подобрался близко к командованию Стурку. До сих пор именно они выигрывали все конкурсы. Александр отстал от Нюландера на 0,15 секунды. И группа команд в темных майках выиграла и этот конкурс. Последним конкурсом были булиты. Каждая группа выставляла по три вратаря. Им пробивали штрафные броски от Светлых Мартин Прохаско, Александр Королюк и Марко Янтулин. Королюк свой первый булит не забил. Затем он надел шлем и, очевидно, это ему помогло. Все его шайбы вызывали восторг на трибуне. Наш Сергей Фадеев, пропустивший накануне семь шайб, здесь стал единственным вратарем, не пропустивший ни одной. Правда, Нюландер попал в штангу, Доната вообще не смог бросить, а Сандерсон промахнулся. А вот Королюк в очередной раз немного попижонил. Несмотря на то, что Фадеев не пропустил ни одной шайбы, приз лучшего вратаря получил канадец Эрик Фишо. Очевидно за то, что он поучаствовал в самой красивой шайбе. Сам Королюк сказал, что еще до выхода на лед он решил, как он будет обыгрывать канадца. Да, я уже, конечно, на лед вышел. На лапке уже. Я сказал даже Фадееву, что я сейчас в зоне бью так. А почему это? Я сказал, что так пройдет или просто... Ну, Андрей Скопенцев, наш защитник, упустил своего визави. Если бы не вратарь, счет бы изменился. Да, игра россиян не впечатляет. Не знаю, то ли груз ответственности, первая игра. Даже не знаю, чем это объяснить. Все-таки, что не сыграна команда, я бы не сказал. Практически в таком составе команда выступала на всех предыдущих турнирах. К сожалению, не столь успешно. Но все-таки игроки друг друга довольно-таки хорошо знают. И было время. Теоретически, конечно, можно играть и без звена лидера. Это теоретически. Нужна тройка, которая может повести с собой. Необходимо. И всегда у нас таковые были. Удаление. Удаление у словацкой команды. Ну вот, ничего, прошел. Молодец. Ну, вот как так. Надо страховать ногами или рукой задерживать шайбу. Ну вот, после таких грубейших машин, значит, 25 секунд долой. Покин, тросок. Ну, тросок. Нет. Арбитер останавливает встречу. Там кто-то из наших хоккеистов находился в площади ворот. И сбрасывание будет в средней зоне. И одна минута. Афиногенов хорошая передача и шайба в воротах. Это с Копинцев все-таки откликнулся на передачу. По-моему, Афиногенова еще становится ничейным. 2-2. Здесь чуть-чуть, вы знаете, стало поспокойнее все-таки. Ну, ничья, я не скажу, что лучший результат для нашей команды. Но вот по этой игре все-таки я бы сказал, что очко можно будет выровать. Как-то потом разобраться, что к чему. Хорошо, отдал Финогенов. Ну, что ж, лишний игрок стал отнюдь не лишним. Обернулся отнюдь не лишним голом. 2-2. Да, ровно 8 минут остается играть в команду в этом матче. Кроссовки. Николиши. Да, защитники. Оба защитника будут, по-моему, свободны. Ох, опасно так, дроток. Долго. Долго. Долго поднимался. Вот, когда Михайловский. Выброси, выброси. Я должен сказать, вот мне, например, 14-й номер, Хоса, молодой, видимо, поскольку играет в маске игрок. Очень неплохо он выглядит. Да, ну. Баутина. Баутина. Прямо накликнулся к сопернику. Как-то засуетились, мне кажется, к противоположной пропущенной шайбе в команде, а? Ну. Одни, белые, решили восстановить достигнутые прежде. Ну, а нам, естественно, теперь есть шансы и выйти вперёд. Как сказать, вот уже атаковать. Так очень уж немного Сумбуру действует. А когда очень хочется, то Сумбуру начинает. С шайбой пока наш защитник Ерофеев. Какая опасная, просто рискованная передача была. Сравдан. Сравдан. Бача. Даже мне показалось, что оборона чуть понадёжнее, всё-таки у слова, в той форме, чем у нас. Хочешь много таких совершенно необъясненных ошибок допустать. Мне кажется, может быть и понадёжнее, но фактические ошибки в Словакии в обороне допускают достаточно серьёзно. Самая надёжная пара. Самая надёжная пара и самая опытная пара. О, ну, поаккуратнее. Наверняка, мне кажется, надо сейчас играть. Не надо вот такие передачи делать рискованно. Это приводит только к потере шайбы. Больше ни к чему. Копинцов. Афина Геонов. И спокойно. Чупин. Бросок. Ай-яй-яй, не попал в ворота Чупин. Наш центральный нападающий. Бросок. Ерапеев. Минуту наши неплохо первую провели. Да, ничего не так, неплохо. И отмечу, что Афина Геонов почти во всех таких ситуациях у ворот участвовал. Участвовал. Ну, ах, Ерапеев. Зону не успел закрыть. Вернее, сам-то находился в зоне, может быть, не очень удачную позицию занял. Надо было поближе к борту держаться. Прокопьев. Ну, что ж ты, милый мой. Николишин. Ох, какая передача была. Ну, бросок. По-моему, Драгон отбил шайбу. Петренко. Меньше двух минут команды в равных. Сделать все возможное, чтобы российская команда здесь была достойна. Ну, не нам, конечно, комментаторам. А я имею в виду тренеру и руководку команды. Ну, пока, к сожалению, и ошибки в атаке. Вот выход один на один. Ну, ай-яй-яй. Непонятно, почему сразу не бросил сейчас нападающий выйдет один на один. Это, по-моему, был Петренко. Кстати, один из лучших, по-моему, поставил сборной России в этом матче. Мне тоже, пожалуй, так кажется. Я просто добавил бы еще от Кеногенова в эту группу. Да, конечно, усиление требует наша сборная. Ну, кто знает, мы победили все-то из национальной хоккейной лиги. Хотя тоже после такого тяжелого сезона вряд ли, может, и помогут они. Ну, что, остается 20 секунд играть в этом матче. Стоптел. Аккуратнее, аккуратнее снимать, играть. Так, все, ничего не изменится. Человек прозвучит Сирена. Итак, Сирена закончился матч между командами России и Словакии. Ничья 2-2. И, судя по всему, мне кажется, доволен. Ёжев Голомко.